В воде мешки с мусором по берегам не меньше красоты. Пакеты, бутылки, старая одежда. Так выглядит исток реки Евховки в районе улицы Московской. В сотни метров отсюда третья поликлиника, но порядок там и кончается. А вот автобусная остановка у областной детской больницы. За ней тоже зеленая зона, но она при ближайшем рассмотрении оказывается не санкционированной свалкой. На первый взгляд кажется, что все это обычный бытовой мусор, который сюда принесли недобросовестные жители соседних домов. Но если приглядеться, то становится очевидным, что это совсем не так. Здесь груды пустых бутылок из-под того самого боярышника, который еще зимой запретили продавать по всей стране. И вряд ли это следы чьего-то разгула, скорее, беспредела. Десятки пластиковых и стеклянных бутылочек слишком аккуратно вывалены в одном месте. Но и обычного мусора полно, от пакетов до автомобильных шин. Как он здесь оказался, несложно предположить. Принесли люди, но кто и когда, вряд ли удастся установить. Здесь, по-моему, никто никогда не прибирает. Я не видела субботника здесь. Мусор за рост травой и все. За рост травой и не видно. Видимо, на это же рассчитывают и те, кто бросает упаковки, фантики, коробки, опять же, бутылки в еще одной зеленой зоне. Территорию за политехническим техникумом в районе улицы Медуницынской тоже можно занести в черный список. Тут очень много убирают дети, подростки, видно, не взрослые, мусорят взрослые. Убирают дети. Ну, хотелось бы, расчистили, чтобы деревья, которые срубили. Ну, всегда тут компания гуляет, не убирает за собой ничего, потому что из-за этого только. Поэтому по берегам реки Содима настоящий культурный, точнее, бескультурный слой. Как и еще в десятках мест по всему городу. Берег реки Володы у памятника Рубцова в бутылках. Бригантина в районе Чернышевского и Старого шоссе засыпана мусором. Мост через реку Шогрош на Козленской похожая картина. На улице Сергея Орлова не убранный строительный хлам. Улица Граничная, несанкционированная свалка. Причем на большинстве территорий субботник уже прошел. С весны из областной столицы вывезено более тысячи тонн хлама. Но не прошло и месяца. Как приводить город в порядок нужно снова. Были сведены все проблемные точки. Захламленные территории, в том числе несанкционированные свалки. В единую систему. Вот всего выявлено более ста таких проблемных адресов. Эту карту составила общественная экологическая организация. Зеленые точки уже убранной территории. Евховский парк – одна из них. Сегодня здесь городские власти и жители обсудили проект благоустройства. Оборудовав зону отдыха, в Аллахжане надеются, удастся сохранить чистоту. И закрепить результат. Ведь зачастую даже масштабная уборка не является гарантией порядка. Каким-то образом нарабатывать механизмы жесткого давления, привлечения внимания и ответственности собственности, собственности к территории, к наведению порядка. Каким-то образом давать информацию и привлекать общественность, молодежные организации, чтобы у нас субботники были не разовым каким-то мероприятием, а приурочены к майским праздникам. Но пока, как показывает опыт, даже если каждый день вычеркивать на этой схеме, по несколько пунктов от хлама вряд ли получится избавиться. Пока будут те, кому лень донести мусорный пакет до контейнерной площадки. Мария Суворова, Евгений Тюнев, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин